Ну что, готовим головку блока цилиндров к шлифовке. Для этого нам нужно снять впускной коллектор. Смотрите, внизу выкрутилось вместе со шпилькой. То есть внизу две шпильки, а наверху четыре болта вместе со шпилькой. Но ничего страшного. Если я вот отсюда подлез, то здесь только маленькой головкой на 10. Так. Оказывается, внизу три шпильки и сверху четыре болта. Оп! Вот он. Вот он наш коллектор. Теперь, для того, чтобы сдать головку, необходимо освободить ее от. Распредвала, который, который один, два, три, четыре, пять, крепится на пять болтов и вытаскивается изнутри. Нет, вы знаете, головка на 13, а не на 15. Ошибся. Ух ты! Просто так еще не сдвинешь. Оп! Это ось-каромысел, которыми регулируются клапаны. Все болты от руки пока не могу крутить, потому что поджимают пружины клапанов, которые давят, в свою очередь, на коромысла, рокеры, или как называют, в простонародье. Снимаем ось. Вот она, она. Вот она, видите, вся в сборе. И остаются у нас клапана и сам распредвал. Ну-ка, распредвал. Распредвал здесь у нас держит вот эта пластина. Будем отворачивать сейчас пластину, которая держит распредвал. Вот они, два болтика. Тут фигурные. Видите, какие шестигранные. Вот, ребятки, нашел шестигранную головку. Маленьким воротком. Оп, легко все открутилось. Второй. Также легко. Кому-то, может, не нравится, что я шуруповертом работаю. Ну, мне так удобно. Вот она, пластинка. В ней отверстие, опять назад, заворачиваю балтики. И все это складываю. Вот так она становилась. Так, оп, вот он, и распредвал. Пошел потихоньку. Взял вот такую мощную отвертку. Когда-то брал специально. И нетяжелый молоточком. Сдвинуть. Здесь вот пластиковая пробка. Жалко мне ее портить. Поэтому я... Так. Так. Все, ну, блин. Ничего. Просто рукой туда-сюда. Тут каждая шейка немножко меньше. Ну, то есть, например, это... Я условно говорю, там 40 миллиметров, это 40 с половиной, это 40 и один, ну и так далее. Чтобы он, видите, легко вытаскивался. Все. Это все складываем, уносим. Наша задача по максимуму освободить головку. То есть, скрутить вот эти уши. Они тут не нужны будут. Ну, естественно, может быть даже... Не может быть, а слить масло остатки. Видите, в тазик перевернул. Просто тупо перевернул головку. Ну и подожду немножко. Минут 5-10, пока все масло сольется. Пока сливается масло, я сниму прокладку выпускного коллектора. Тут она закоксовалась, не так-то просто. Вот она прокладка выпускного коллектора. Опять же, пока масло все это сбегает, у меня все клапана закрыты. Мне бы сейчас желательно сюда завернуть свечки и залить аспиридом или керосином, лучше, конечно. Посмотреть, насколько протекает или нет. Заворачиваю свечи для проверки герметичности камер сгорания. Пока заворачиваю, расскажу. Если камера сгорания герметичная, то вот здесь вот впуск, а там выпуск, вот эти каналы, то в них не должно появиться, ну или появится минимальное количество жидкости, которую я залью. Сейчас все увидите. Естественно, перед тем, как перевернуть и заливать, нужно вот эти кронштейны поснимать, причем на 10. Ну все, головка готова к проверке. Сейчас заливаем сюда желательно по верхней кромку камеры сгорания. ой-спирид, керосин, у кого что есть. Я заливаю ой-спирид и буду наблюдать вот за этими каналами. Эх, не туда, где тряпочка. Надо сразу вооружаться тряпочкой, иначе это будет обманчивая у нас. Вот она, здесь сразу видно, вот смотрите. В одном протекает, то есть вот этот клапан желательно притереть. Теперь надо обойти головку и посмотреть на выпуск. Так, на выпуске у нас что имеется? Ну, на выпуске вроде все нормально. Видите, да? То есть один клапан, вот этот вот. Сейчас скажу, если он так стоит у нас. Это второй цилиндр. Впускной клапан. Видите, протекает как. Прямо оттуда изнутри бежит. Можно подождать еще минут 15. Вдруг где-то еще побежит. Ну, видно сразу, видите, уровень упал. В этом, в этой камере сгорания во втором цилиндре. Вот таким вот медицинским шприцем собираем. Все понятно, второй цилиндр у нас. Впускной клапан пропускает. Хотя компрессия там была неплохая. Предвижу сейчас кучу критики. У аспириитом проверяет, надо керосином. Что-то, ребята, фигня. Главное, что вы наглядно видели, как проверить камеры сгорания. Двигатели внутреннего сгорания. В данном случае Рено Логан. Все, свечки выворачиваем. Готовим дальше. Движок. Ой, движок. Головку к шлифовке. Рассухаривать клапана я буду вот таким вот рассухаривателем. Это обыкновенный жигулевский. По-моему, для девятки. Не знаю. Я тут дополнительно сверлял отверстие. Уменьшил вот здесь вот колечко. Это штатное. То есть сейчас я за какой-нибудь болт. Вот сюда все увидите. Так. Примерно. Да, у меня даже будет вот отсюда лучше. Надо вот сюда болтик поставить. Хотел с кранью вот с этого начать. Но будет неудобно. Так. Все. Клапан жмется. Клапан жмется. Теперь нам нужно аккуратненько убрать сухарики. Чтобы они не повыскакивали. Так, есть один сухарик. Твою мать. Вот так бывает, ребята. А потому что я не закрепил головку. Вот так и случилось. Думал, прокатит. Не прокатило. Вот видели, ребята, да? Как улетело. А достаточно было всего лишь взять вот такой саморез и к деревянному помосту, на котором я делаю. Вот так вот прикрутить. Одним. И вторым. Если надо, перекрутить. Ну, торопился. Думал, быстрее, быстрее. Вот оно. Стоит все на месте. Желательно бы иметь еще пинцет. Перестанавливаем на следующую. Следующий клапан. И два клапана. Предвижу кучу критики. И делаю так всю жизнь. У нас дело получше пошло. Еще для тех, у кого клапана будут сильно проваливаться, прям, что не снимешь сухари, можно под клапан подкладывать гайку. Но это я при засухаривании буду делать. Все, значит, осталось вытащить клапана. И головка готова. Ну, помыть еще ее. Выпускные. Первый, второй, третий, четвертый. Вытаскиваем. И в таком же порядке я их должен потом буду назад поставить. Выпускные. Первый, второй, третий, четвертый. Так, немного почищу. Здесь специальные сборники грязи. Все это надо вычистить тщательным образом. Ну, вот она, головка. Так, датчик. Датчик температуры, скорее всего, на 21. Я тебя не слушаю. Дай мне побыть спокойно. Вот он. Датчик температуры. Так, мне теперь нужно снять колпачки. И вот такие. Не давить, чтобы не попортить направляющие. Сейчас скажут, специальный инструмент нужен. Нет, у меня специального инструмента, ребята. У меня есть простые, добрые плоскогубцы. Аккуратненько, не зажимая, не пережимая. Хоп, видите, чуть-чуть сдернул. И дальше. Обыкновенными плоскогубцами. Благо, что здесь их всего лишь восемь. Вот когда шестнадцать. Там, конечно, приходится мутиться, но они и потоньше. Они тогда снимаются вот такими. Так, колпачки снял. Теперь нужно, чтобы не потерялись, когда я головку повезу на шлифовку, чтобы не потерялись вот эти шайбы, которые под колпачками идут. Вот видите, один, семь, восемь. Вот они шайбы. Их я использую еще раз. А вот они, колпачки, которые я выкинул. Еще маленько. Видите, под шайбами. Грязь собралась. Надо все это дело отмыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА